Машина на продажу 10 тысяч с вас просят за вот этот вот комплект В комплект входит сама машина, слот в ангаре Открытое все оборудование, которое обойдется в районе 2 миллионов серебра Как мне кажется абсолютно ненужный аватар Целых 20 штук x5, которые вы на Progetto 46 однозначно круто реализуете И поднимите элитный опыт экипажа Есть еще легендарный внешний вид, но мне он не нравится вот прям совсем Что на моей основе, что здесь на пресс-аккаунте Несмотря на то, что и на том, и на другом аккаунте У меня этот легендарный внешний вид есть Я не одеваю его на машину, просто потому что мне он не заходит Ну и есть 5 контейнеров мистических нового вида Но, честно говоря, я не уверен в том, что всем прям игрокам, которые приобретут данный набор Что-нибудь из них выпадет Поэтому я считаю, что за 10 тысяч покупать данный набор все-таки дороговато Объективная стоимость вот этой вот машины Составляет где-то в районе 7,5, ну пускай максимум 8 тысяч золота Но нет, все-таки 7,5, 8 это уже для нее многовато Машина все-таки очень-очень древняя на сегодняшний день в нашей игре Хотя и продолжает очень классно играться Именно поэтому я считаю, что преобладающему большинству игроков Было бы более кстати подождать эту машину где-нибудь на аукционе Или на какой-нибудь распродаже Или в конце концов она появляется в составе наборов с другими машинами Или в таком случае выходит на продажу отдельно от набора в голом состоянии И лучше купить, мне кажется, ее за 7,5 И одеть вот как я одел первый попавшийся подходящий камуфляж, который вам заходит Ну и, соответственно, кататься себе в удовольствие Но в то же время есть и ребята, которые любят покупать машины вместе с контейнерами Потому что из контейнеров что-то им выпадает Ну и, соответственно, в таком случае за десятку, безусловно, можно брать Тем более, что контейнеров там не один, не два, не три, а целых пять контейнеров Что касается орудия в данной машине Все очень бодро, все очень классно Время сведения 2,8, меньше трех секунд Это действительно очень приятно Разброс 0,321, что я считаю довольно-таки неплохо Но стоит отметить, что в последнее время Проджета почему-то начала довольно-таки некисло мазать Я играл на многих своих аккаунтах, в том числе и на прессе И очень часто снаряд идет далековато от центра Хотя сами цифры очень приятные Но это мы заценим непосредственно в самом бою Урон в минуту 2000 вроде бы мало Но нет, ребят, здесь просто барабан с системой дозарядки И тут хитрая математика подсчета вашего ДПМа По факту же, с одного барабана, с трех снарядов Вы накидываете, благодаря 240 единицам среднего урона на базовом снаряде В районе 700 с копейками единиц А учитывая вес самой машины, которая весит 1484 единицы по ХП Получается, что себе подобному вы сносите практически половину его морды лица По-моему, это довольно-таки неплохо Плюс к тому, система дозарядки позволяет вам находиться в бою с постоянно заряженным орудием И всегда быть готовым встретить вашего врага Играя на цикличном орудии, вы делаете выстрел Ждете 6,5 секунд, как в данном случае И только после этого можете сделать еще один выстрел В данном же случае вы можете сделать выстрел Хотите сделать еще один выстрел Хотите, можете сделать еще один выстрел И только после этого начнется перезарядка, как у цикличного орудия Ну а если вы сделали выстрел и больше стрелять не в кого то, соответственно, вы готовы встречать этими двумя снарядами любого другого врага, который на вас выезжает, и параллельно с этим вы дозаряжаете третий снаряд. Не успел он дозарядиться, но враги уже появились, отстреливаете последние два снаряда. Успели дозарядиться, и тогда у вас опять три снаряда на борту, ну и, соответственно, можете заезжать и устраивать месиво. Что касается бронепробития, 189, я бы сказал, что в целом это на уровне, на грани нормального среднего показателя для средних танков на восьмом уровне. Понятное дело, хотелось бы больше, но куда уже, с учетом того, что у меня здесь установлены и так калиброванные снаряды, поэтому на большее рассчитывать не приходится. Также стоит отметить довольно бодрый угол склонения орудия вниз, минус 9, который помогает играть на всякого рода неровностях. Ну а что касается подвижности и всего остального, сейчас обязательно заценим это все в бою. Куда? И отправляемся. Ну что, друзья, поехали. Я очень надеюсь, что меня все-таки сейчас СТшки наши поддержат. Алло, ВЗ, не гоним, поехали. ВЗ, ха. Нет, не хочет. Не хочет нам помогать, это не очень, конечно, хорошо. Не знаю, зачем он поехал на то направление, ему как раз с нами бы сейчас поехать. И в тандеме со мной можно было бы вполне нормально данное направление продавить. Все-таки три СТшки. Ну ладно, окей, попытаемся справиться вдвоем, хотя я сомневаюсь, что это получится. Что касается подвижности, маневренности и подобных вещей. Все на уровне, все классно. И единственное, чего мне лично не хватает, это возможности про Джетты 46 нормально срываться с места для того, чтобы лететь вперед. Но когда вы машину раскочегариваете, в целом едет очень классно. Вы обратили внимание, что мы с вами не заметили, когда дозарядился третий снаряд, который я выбросил первым. Да-да, именно в этом фишка про Джетты. Вторая фишка про Джетты, но я бы уже сказал негативная фишка этой машины, полное отсутствие бронирования. Вы можете рассчитывать только на какие-то случайные рандомные рикошеты, которые встречаются на про Джетте крайне-крайне редко. Это факт, играть необходимо все-таки осторожно, но ее подвижность, ее возможность наносить постоянно урон, она прям, не знаю, затягивает что ли. Она вынуждает тебя лететь вперед, хотя ты сам понимаешь, что это далеко не самое правильное решение. Что касается точности, как вы видите, точность даже на дальних расстояниях позволила мне четко попасть в ВЗ-112-2 по центру своего прицела. Да, я не смог его пробить, все-таки машина довольно неплохо забронирована, но факт остается фактом. Точность у машины в целом есть. Я в начале видео говорил по поводу того, что в последнее время у про Джетты часто случаются промахи и снаряд летит далеко от центра. Это факт, от этих слов я не отказываюсь. Дело в том, что раньше, по моим ощущениям, машина как-то точнее была что ли. Хотя я не думаю, что это действительно какая-то подкрутка. Я думаю, что это все-таки, наверное, какая-то баговая ситуация. Навряд ли разработчики специально бы что-то откручивали у машины перед тем, как выставлять ее на продажу. Ну, либо просто ее в свое время, втихую, как-то немножко скрутили вниз для того, чтобы давать шансы другим игрокам играть против нее. Ну и, соответственно, забыли это все дело подкрутить обратно. Не знаю, занимаются ли таким разработчики. Бытует такое мнение, что разработчики все-таки грешат этим. Я не совсем с этим согласен. Потому что в свое время я проводил у себя на канале исследования. Делал видео по поводу подкруток-откруток и сравнивал машины между собой. Точнее, не так. Одну и ту же машину я сравнивал, играя на ней до того, как она вышла на продажу. И, играя на ней в момент того, когда она была на продаже. И после этого, еще через месяц-два, опять на ней играл. И что самое интересное, что все мои попытки доказать теорию заговора, приверженником которой я являлся, к сожалению, были растерты в пыль. Если вы хотите в этом убедиться, зайдите в соответствующий плейлист и посмотрите эти видео. Там все абсолютно честно, без чего-либо. Ну и, соответственно, это даст вам информацию по поводу того, а действительно ли есть вот такие вот подкрутки-открутки от разработчиков в момент выставления машин на продажу. Ну и, соответственно, есть ли такое, что у них откручивают. За вот такой вот плевый бой, в котором мы практически ничего не делали, 2333 единицы урона, магическая цифра. Что касается уничтоженных соперников, то трое соперников. Что касается нашей результативности по фармам, то здесь у нас 63,5 тысячи серебром с премом и 38,5 тысяч без прем-аккаунта. Я считаю, что за такой бой это вполне себе нормальная цифра. Хотя это далеко не самый крутой фармер на уровне, все-таки коэффициент фарма будет ниже, чем у некоторых других лидеров в этом отношении. Ну и наша результативность по команде второе место по количеству нанесенного урона. В целом на проджете, если к ней привыкнуть, если понять, как отыгрывать данную машину, то можно вывозить за бой от 2-300 до 2-700 единиц урона вполне себе даже спокойно. Но помните, что машина, как я уже говорил, картонная, и поэтому если вы взорвались туда, куда не надо было ехать, ну и соответственно получили несколько раз в дыню, то после этого вы отправляетесь в ангар. Потому что танковать, напомню, здесь абсолютно нечем. Покупать ли набор с проджетой за 10 тысяч решать исключительно вам. Но то, что вам нужна проджета, это точно, если у вас ее нет. И я не говорю, еще раз повторюсь, покупать набор сейчас за 10. Я просто говорю о том, что проджета, она достойна находиться в ваших ангарах. А вот по поводу ценника, здесь уже определяйтесь самостоятельно. Я побежал снимать специально для вас, а вы, если за честность автора, за честность на канале и хотите быть в курсе всех свежих новостей, которые на канале выходят, как только появляются, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы вам приходили соответствующие уведомления. Ну и если вам не сложно, поставьте лайк, пожалуйста, в поддержку канала. Спасибо вам большое, мира вам, друзья, и обязательно спокойствия. Пока-пока.